Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артем Витальевич. Сегодня я хотел записать ролик, посвященному тому, что такое мотивация преподавки к ЕГЭ по физике, что такое самодисциплина, откуда вообще брать силы и как заставлять себя учиться, как заставлять себя готовиться. Но, по иронии судьбы, я сегодня не выспался очень сильно таки. И сил у меня, и мотивации, да, как будто, скажем так, записывать этот ролик нет. Но я подумал, что на самом деле, точнее как, силы есть и мотивация есть, у меня нет энергии, да. И я подумал, а давайте-ка мы с вами сегодня в этом ролике поговорим немного про другую штуку. Давайте мы с вами поговорим про то, почему нам очень-очень важен сон, когда мы готовимся к экзаменам, и почему нам нельзя о нем забывать. Это будет некий такой разговорный ролик, я хочу его попробовать записать, например, одним дублем, то есть у меня нет готового заранее текста. Это просто мои мысли, мои рассуждения вслух. Поэтому, если вы хотите видеть такой формат, друзья, ставим лайки, пишем об этом в комментарии, устраиваемся поудобнее и давайте поговорим с вами, просуждаем вместе. Например, что касается меня, да, я начну вот именно со своего примера и расскажу про свой опыт, даже не то, что подготовки к экзаменам, а в целом про свой опыт того, как организована моя жизнь. У меня довольно много работы, довольно много дел, которые приходится делать, и при этом большая часть работы – это умственная работа, то есть там работает мозг. И самое ценное для меня, что есть на самом деле, это сон. Вот вчера я решил пожертвовать этой ценностью, я засмотрелся одним сериалом, в итоге лег позже, чем нужно было, а просыпаться мне нужно было так же, как обычно. В итоге я поспал там вместо 8 часов, я поспал где-то 6,5, и это очень сильно сказывается на моей продуктивности. Я крайне щепетильно отношусь к вопросу тому, сколько я сплю в течение дня. Моя норма, вот для меня лично, это 8 часов. Если я посплю чуть меньше 8 часов, это не совсем прям окей, но как будто сойдет. Мне крайне важно, чтобы я спал больше 7 часов, желательно 8, если будет получаться 8,5, вообще прекрасно. В этом случае я чувствую себя максимально хорошо. Я могу просыпаться, может быть, не прям супербодрым, но мне хватает буквально 5 минут, чтобы я пришел в норму, еще полчаса я поделал какие-то бытовые дела, и дальше я готов выдавать по полной. Поэтому на самом деле сон это крайне важная штука. Особенно она потихоньку начинает давать, скажем так, нехватка сна, начинает давать последствия в некотором, ну скажем так, в некотором возрасте. То есть, когда мы молодые, когда мы юны, когда нам 14, 15, 16 лет, даже самое главное, когда наш организм крайне молодой, то нехватку сна мы можем очень легко и незаметно пережить. Незаметно для нас, но на самом деле для организма это крайне будет заметно. Поэтому вот совет, который я вам хочу дать. Многие пренебрегают этим, когда учатся в школе, многие пренебрегают этим, когда готовятся к экзаменам, друзья. Вы думаете о том, что вот вы подготовились к экзаменам, а дальше нужен отдых, да, нужно восстановить силы, и следовательно нужно там встретиться с друзьями, где-то потусить. Естественно, с точки зрения эмоциональной, да, психологической. Такой отдых нам очень важен. Но самый важный источник вашего отдыха, а точнее самый важный источник восстановления ваших сил – это сон. Что происходит во время сна? Я не являюсь врачом-экспертом, да, по поводу того, что происходит во время сна, но глобально мы, во-первых, восстанавливаем свои физические силы, это раз. А во-вторых, мозг структурирует и распределяет всю ту информацию, которую он накопил за день. А что вы постоянно делаете, особенно сейчас, когда вы готовитесь к экзаменам? Вы постоянно впитываете и впитываете, и вы получаете новую информацию, да? Вам постоянно нужно изучать какие-то там, решать уравнения, неравенства, всякие законы Ньютона, Киргофа и прочие истории, да? И одно дело, вы посмотрели на это, а потом ваш мозг во время сна это все структурирует и раскладывает по полочкам. Ну, то есть, когда вы изучаете что-то, вы, конечно, самостоятельно в том числе что-то структурируете, но отчасти это некое такое накидывание инфы в ваш мозг, а дальше он как-то должен с этим работать и разбираться. Одно дело, если вы сами структурировали, а другое дело, если вы в фоновом режиме, ну, точнее, отдали и сказали, мозг, давай вот в фоновом режиме ты, братан, сам с этим справишься. И если вы спите мало, то получается, что мозг просто не успевает разгрузить всю эту инфу. И, следовательно, если он не успевает ее разгрузить, в какой-то момент он скажет, блин, ну там накопилось очень много старой инфы, я уже, если честно, подзабыл, что там происходило, я, наверное, ее выкину. В итоге, допустим, вы потратили 4 часа в течение дня на то, чтобы изучить какие-то методы и прочее-прочее, а потом плохо поспали. А потом еще в этот день пытаетесь что-то новое ухватить. Ваш мозг старое не разгрузил. Он силы энергетические не восстановил так, чтобы вы новое ухватывали. Как? Как вы можете ботать? Это когда вот говорят о том, что я лучше посплю 7 часов, а вот этот дополнительный час потрачу на учебу. Нет, друзья. Нет, если вы понимаете, если вы чувствуете, что вы полны сил, если вы чувствуете, что вам хватает энергии, то есть вы, например, поспали 7 часов, и с вами прям все окей. Не то, что вы через себя как-то переступаете, а то, что вам действительно окей. Если это так, все здорово, это правда. То есть, когда я говорю о том, что я сплю 8 часов, это не значит, что вам нужно спать по 8 часов. У каждого организм индивидуальный. Кому-то нужно 7, кому-то нужно 9. Но в любом случае вот эти истории, когда мне рассказывают то, что, а, я там поспал 5 часов, 6 часов, бахнул чашечку чая, чашечку кофе, и потом готов еще кучу времени ботать, идти в школу и что-то делать. Я крайне удивляюсь этому. Я прекрасно понимаю, что, например, если я в какой-то день плохо поспал, то в целом этот день можно взять, скомкать и просто выкинуть в мусорку. Не, ну ладно, можно не выкинуть в мусорку, но я понимаю, что он пройдет неэффективно и непродуктивно. То есть глобально, на самом деле, я прекрасно понимаю, что вот тот час, который я мог бы еще поспать, да, вот если бы я еще чуть-чуть поспал бы, то дальше весь мой день был бы гораздо продуктивнее, я сделал бы гораздо больше дел, ну или, может быть, не прямо гораздо, но я точно бы сделал бы дел побольше, чувствовал себя лучше, и психологически, и физически, и вообще все было бы по кайфу, да. Ну вот по некоторым статистам иногда не получается высыпаться так, как хочется. Но я вот к этому вопросу я отношусь максимально щепетильно. То есть если меня кто-то спросит, слежу ли я за своим питанием, я скажу, ну вот там соу-соу как-то вот, где-то получается, где-то не получается. Если меня спросят, слежу ли я за тем, сколько времени я сплю, о да, за этим вопросом я слежу максимально пристально, потому что это самый важный источник для меня энергии, да, и моих сил. И так, поэтому, друзья, моя рекомендация, спите побольше, восстанавливайтесь, потому что когда вы будете контролировать свой сон, когда вы будете успевать восстанавливаться, вам и процесс учебы будет казаться гораздо проще. А ведь на самом деле сам процесс учебы, это очень-очень сложный труд. Да, у вас сейчас очень важная и сложная задача перед вами стоит. Поэтому, друзья, желаю вам спокойной ночи, да, желаю вам спокойных ночей, желаю вам, чтобы вы высыпались, чтобы вы успевали восстанавливаться во время сна. Вот такой у нас сегодня вышел ролик. Просто некие мои рассуждения. Если вам понравился такой формат, друзья, пишите об этом в комментариях. Также не забываем ставить лайки, подписываться на канал. На связи был Артем Витальевич. А, ну и да, если вы хотите увидеть все же ролик про мотивацию, самодисциплину, мотивацию поднять, да, мотивацию, самодисциплину, и, соответственно, откуда вообще брать ресурсы, и как не выгорать, да, в последние месяцы перед ЕГЭ, то тоже пишите об этом в комментарии. Если будет актуально, и если есть такой запрос, то такой ролик запишем. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok